Всем привет, друзья! Доброе утро! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, напоминаю, что мы находимся в Турции, а конкретнее Сиде. Остановились в отеле Босфорус Саргун, 5 звезд, по системе Ультра все включено. В прошлом видео мы вам показывали вкратце территорию отеля, обзор обеда, ужина. Если вас интересует, обязательно переходите и посмотрите, все это есть в прошлом выпуске. А сейчас будем показывать ровно то, что мы еще не посмотрели, конкретно пляж. Мы вообще на пляж еще не ходили, не показывали, какой там ресторан, вообще какая береговая линия. Сегодня будем туда отправляться. Также хочу напомнить, что примерная стоимость за пакетный тур в отель Босфорус Саргун 5 звезд стоит от 1500 долларов за двоих человек. Это включая перелет, страховку, трансфер и проживание в отеле. Конечно же, в зависимости от сезона цена может меняться, поэтому уточняйте уже у своих туроператоров. Тут опять же, смотря с какой страны и с какого города будет вылет. Сейчас как бы еще такое начало сезона, самый разгар. Отель открылся совсем недавно, только начинают сюда приезжать люди, поэтому цена такая очень приятная, я бы сказал. А сейчас будем двигаться понемногу в сторону завтрака и сделаем полный обзор шведского стола, что предлагают в данном отеле перекусить, а точнее полноценно позавтракать. Хочу напомнить вам, как выглядит вид из нашего номера. Смотрите, мы находимся на шестом этаже, полностью видно всю территорию отеля, бассейн в виде Микки Мауса. Уже плавают люди, смотрите, с самого утра. И такой вот корпус стильный, вечером это все подсвечивается очень красиво. Это тоже мы вам показывали в прошлом видео. Также отель еще принимает гостей с детьми. Есть джакузи, можете наблюдать, вот там вот на ушке Микки Мауса небольшой аквапарк. Вот это все подробно мы показывали в прошлом выпуске. В этом моменте уже больше будем уделять времени пляжу. Ну и, конечно же, те моменты, например, лобби-бар мы не показывали и многое другое. Собственно, это все мы с вами и посетим. Также, смотрите, вид на море. Там уже пролетали с самого утра парасайлинг. Я так понял, можно прямо на пляже заказать водные виды спорта. Так что, ребята, саживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Заранее нас поддерживайте лайком. Всем приятного просмотра. И погнали вместе с вами вниз на завтрак. Так, заходим в ресторанчик. И давайте посмотрим ассортимент, что можно выбрать на завтрак. Как всегда, берете тарелку, супчики. Суп из чечевицы. Это, кстати, местный турецкий. Чорба называется. Так, тут тосты можно сделать. Ну, отдел, как всегда, где много хлеба, булок. Разнообразность прямо и черный, белый, серый, и с зернами, и абсолютно на любой вкус можно взять различный хлеб. Ну, тут микроволновка. Это тоже тостер, да, я так понял. Прямо вот тут берешь хлеб, и вот сыр, масло, колбаса турецкая, специи. Это все делаешь. Здесь у нас идет выпечка и круассаны. Кстати, круассаны с утра это очень классная штука. Бурек. Это местный, турецкий тоже. Получается с сыром, да? Да. Так, смотри, тут тоже очень много выпечки прямо нажарено. Бублики всякие, мини-пиццы, потом с всякими присыпками. Короче, выпечки прямо валом. Ее, я бы сказал, мега предостаточно. Тут берете тарелку, и уже, я так понял, основные блюда. Вот, яйца вареные 3 минуты, тут жарят омлеты, потом 5 минут яйца. Ну, я, кстати, люблю 5. Так, это у нас что? Омлет. Уже пожаренный, смотри, омлет есть. Ну, можно на заказы, я так понял, любой сделать. Панкейки, оладьи они подписаны. Так, идем дальше. Что тут? Молоко в омлете. Это молочный омлет можно выбрать. Потом картофель с зеленью и овощами. И трубочки с сыром. О, так это бурек сигара. Ты поняла? Там же сыр внутри и называют сигара, потому что оно выглядит как сигара. Так, двигаемся дальше. Что тут у нас? Овсянка с молочком. Потом что еще? Грибочки с овощами. Идем дальше. Жареная колбаса. Ну, это, кстати, очень популярно всегда, жареная колбаса. Луковые кольца. И жареные овощи, перцы и баклажаны. Из фруктов у нас яблоки, бананы. Вот этот местный абрикос, всегда забываю, как он называется. Потом яблоки еще красные есть. И нарезанные вот грейпфруты и груши. Отдел с колбасой. Вот это, кстати, мне нравится, когда в трубочки заворачивают. Короче, с курицей, с говядиной. Потом с оливками. Просто варенка. Я знаю, еще с индейкой делают. Это так, что не калорийно. Вот это, по-моему, с индейкой. А то было с курицей. Потом с салями есть. И еще несколько видов. Смотрите, прямо целая стойка посвящена колбасе. То была колбасная стойка, а теперь Русланы любимая. Там, где один сыр. И моцарелла, и сулугуни. И такой сыр, что мазать. И твердый сыр, смотрите. Копченый. Там с какими-то специями, с добавками. Короче, абсолютно большой выбор сыра на любой вкус и цвет. Продолжаем. И тут у нас снова выпечка. Смотрите, с разной начинкой. Это что, с вареньем каким-то, да? Я думал, это с красной икрой сначала. А то варенье. Ну, короче, смотрите, тоже булочки. Только это уже сладкий вариант, я так понимаю. Ну и, конечно же, йогурты, всякие фрукты, джемы. Это все вместе. То есть берете йогурт, добавляете какие-то фрукты там консервированные. Это уже джемы, мед, нутелла, паста, всякие ореховые варианты. Ну и несколько видов джема. В Турции без оливок, конечно же, не обошлось. Жареные маслиные оливки, фиолетовые даже есть. Короче, выбор огромный. Ну и тут салаты, овощи можно взять. Салаты, помидоры, черри. Кстати, самые вкусные. Говорят, что они самые полезные. Сухие завтраки, которые можно с молоком делать. Либо просто овсянка со всякими добавками. Подушечки, хлопья. Тут у нас рахат лукум, несколько видов. И, по-моему, вот тут мед, да, у нас? А, мед прямо в соток, смотрите. Это самый вкусный, берете прямо кусочек и смакуете. А, ну еще есть масло, джемы, вот такие вот сырочки в упаковках. Смотрите, может кто соп чего не хочет, может взять маленький и намазать. Ну и сухофрукты, тут вафельки, печенюшки, инжиры, смотрю, изюм. Короче, хватает всего с головой. Кстати, отдельная стойка с салатами, где можно нарезать. Смотрите, помидоры, огурцы. Вот уже готовый салат. Ну, я так понял, оно уже нарезанное. Но вообще тут человек стоит, походу, и нарезает. Это все дело индивидуально, под ваш запрос. Все, мы уже набрали свой завтрак. Вышли на террасу. Прямо тут в саду, среди зелени, решили сидеть. Ну, что я вам хочу сказать. Взял колбасы, ну, типа вот этой диетической, некалорийной. Три яйца, это у меня три вареных яйца, всегда даже дома такой завтрак. Вот этот омлет почему-то мне очень аппетитный показался. Думаю, надо по-любому взять попробовать. Ну, и, конечно же, бурек сигара с сыром, который я вам показывал. Это, наверное, то, что всегда, когда подавали, мне прямо очень нравилось. Ну, взял еще вот этой говяжьей колбасы на пробу. Хотя, честно говоря, больше люблю белую. А, Руслан, я смотрю вообще по-скромному. Что это ты тут? Один сэндвич и все? Да, я сделала сэндвич, делала один кусочек сыра, тоже этот бурек и фрукты. Короче, ты решила на завтрак сильно не наедаться. Ну, да, потому что скоро обед и зачем много есть. А мы, тем более, всегда приходим на конец завтрака, да? Как всегда, мы где-то в 9.30 или в 9.40 пришли. Так что, друзья, будем приступать к трапезе. Ну, теперь покажу вам, как я люблю. Берете вареное яичко, вот так вот. И сразу заедать это все колбаски. Так вкуснее. Так вкуснее все, когда яйцо сочетаешь сразу с чем-то. Либо же с сырным буречком. С буречком тоже очень вкусно. Ну, не знаю, в целом завтрак хороший, все есть. И наедаться я тоже не планирую. Потому что еще на пляже будет еда. Да и вообще целый день все включено. Ультра все включено. Еды всегда предостаточно. Мы уже спустились на минус второй этаж. Переоделись и отправляемся с Русланой на пляж. Но перед этим Руслан говорит, что хочет Старбакс. Да, у меня есть вот такой вот билетик на все время проживания. Дают два билетика. И по ним можно взять любые напитки именно в Старбаксе. Саша кофе не пьет, поэтому он свой билетик отдал мне. Да, ну ты, я так понял, завтра его используешь. В общем, смотрите, тут и Старбакс, и кофейня. Мы вам показывали тут всякие пироженки, десерты. Все это можно взять. Либо просто чай, кофе. Ну, кстати, на шведском столе вот такой вот красоты очень много. Поэтому я не знаю, это может кто не успел или там на пляже целый день был. То они сюда приходят и как бы берут какие-то десерты, чтобы посидеть. Потому что тут тоже мега инстаграмное место. Тут есть еще даун бар. Мы вам показывали в прошлом выпуске. Это бар, который возле выхода на бассейн. А лобби бар, он находится чуть выше. И там прямо все абсолютно импортные напитки есть. И там постоянно проходит вечернее шоу. Просили показать вечернее шоу. Но, к сожалению, мы это сделать не можем. Потому что там будет музыка, там будет громко. И просто YouTube это видео не пропустит. Поэтому я не знаю, зачем людям вот это вот вечернее шоу, оно есть в любом отеле. Но просто никто его никогда не сможет вам показать. Там была детская анимация вчера, какие-то танцы. А потом было мистик-шоу. Это типа всякие фокусы и так далее. Ну, я думаю, это и так понятно. Те, кто ездит, понимают, что это за мероприятие. Ну, давай, тебя уже ждут. Заказывай, что ты там решила. А если у вас закончились талончики, вы можете просто за деньги взять, например, капучино, самый огромный. Это там 500 миллилитров, 4 евро, чуть меньше, 3,50. Ну, обычный маленький 3. Целыми латте по 4. Плюс-минус 4 за самый огромный. Я считаю, что те, кто прямо фанаты Старбакса, могут взять и уже за свой счет. Потому что, ну, если, например, неделю человек прибывает, дают 2 талона, то может их просто не хватить. Но вот эти все десерты, это все бесплатно. Вообще, абсолютно все бесплатно, все ультра, все включено, как говорится. Доплат никаких делать не надо, это только за услуги Старбакса. Забрала Руслана уже свой капучино. Я предлагаю сесть выпить его вот в этой инстаграмной зоне. Смотрите, прямо сюда можно садиться. Присаживайся. Ну, надо, да, надо мне подвинуться сейчас. Тут, смотрите, прямо как кресло-качалка. Вы можете вот так лечь и пошататься немножко, пошататься. Зато прикольно, что фонтан прямо перед вами. Покажи, какой тебе огромный Старбакс сделали. Смотрите. Вот такой, это написано, что Гранде. Но обычно, когда брала Гранде, оно было еще больше. То есть, в каждом Старбаксе размеры стаканчиков отличаются. Ну, тут примерно 400, наверное, миллилитров, а там 500. А там 600 даже. А, значит, тут 500, потому что, ну, на 100 миллилитров примерно разница. Ну, попробуй. Отличается ли от того Старбакса, который мы в Аланье пробовали? Стандартный Старбакс вообще. То есть, все как надо, да? Вообще ничем не отличается от других Старбаксов. Но мне нравится, что тут, друзья, Старбакс как раз в этом лобби находится. Ну, нет, это не лобби, это другой уже бар. Лобби, я вам уже говорил, находится выше. И что атмосферка, как раз приятные такие фонтанчики. Тут еще шоппинг на первом этаже. Можно одежду купить, всякие украшения, сувениры. Также чипсы Doritos. Ну, то есть, прямо маркет там, желейки для детей. Это для тех, кто вообще не хочет выходить с отеля. То сделали полностью весь этаж, где можно что-то купить из местного турецкого. Например, одежду, либо какие-то сувениры, пахлаву, либо рахат лукум себе домой. Ну, честно говоря, я не понимаю супермаркетов в отеле. Потому что в отеле и так полно еды, полно сладостей, полно конфет, полно закусок. И смысл супермаркета в отеле, я вот просто не знаю, зачем его делать. Может, кто-то, я не знаю, ходите вы в супермаркет в отеле или не ходите. Там же особо сувениров нет, а только обычная еда. Нет, а там и сувениры есть, там все вместе. Но я смотрю, там чипсов большой выбор. Например, я бы, если пил пиво, то я бы взял Doritos тут огромную пачку. Я смотрю, 3 евро самая огромная пачка. И почему бы и нет Doritos с сыром, это классная начинка. Это, кстати, вспомнилось, что мы такое делали, когда были в Египте. Там, типа, было все включено, но оно было неполноценное. Там был только завтрак, обед и ужин. И какой-то снег был, там, по-моему, всего на 1 или на 2 часа. И там были только бургеры и картошка. И то есть там между обедом и ужином было расстояние около 5 часов. И я помню, мы ходили, мы не знали вообще, что покушать. И ходили, покупали чипсы. Ну да, в Египте, конечно, все включено немножко другое. Но, опять же, смотря какой отель. Может, где-то в Риксусах там и все круто. Прямо все нон-стопом это продолжается. Ну, смотрите, в данном отеле ультра все включено. Но алкогольные напитки все импортные и вообще местные. До 12 ночи, да? Потом уже за дополнительную плату? Да, ночью за дополнительную плату открывается бар вообще официально в 10 утра. И работает он до 12 ночи. Это, получается, работает тот бар, который даун, нижний, возле которого мы сидим, и лобби-бар. Вот тот самый даун-бар, который находится прямо возле выхода к бассейну. Тут и чай, кофе, и безалкогольные напитки. Но самые крутые коктейли, оформления, я так понял, на лобби все равно. Да, там очень красиво они их оформляют. И там они мне почему-то показались вкуснее. Но мы туда вернемся. Мы же вообще лобби-бар не показывали. Там офигенная терраса с видом на реку Манавгад. Короче, наверное, на пляж сходим, да? А потом вернемся в лобби-бар обязательно покажем. Также, смотрите, есть парикмахерская. Можно прямо в отеле, например, заплести косички, либо сделать маникюр или педикюр. Также тату делают. Ну, короче, абсолютно все. Кстати, я бы такие косички себе сделала. Мне такие цветные нравятся. Так я не знаю, будет мне красиво с ними или нет, но попробовать можно. Сейчас идем в спа, возьмем полотенце и отправляемся уже на пляжик. Смотрите, тут у нас идет терраса. Ну, я так понял, это терраса к ресторану, там, где завтрак, обед, ужин. А вот тут уже та, которая относится к даун-бару. То есть можно взять напитки, сесть тут. Тут зоны для курящих. Плюс вот так вот все зелено, красиво. Вы сидите прямо как в саду. Сейчас мы так прогуляемся плавно по территории отеля, покажем, как вообще обстановочка сегодня. Солнце есть, но не прям такое, что пекущее, я бы сказал. Сегодня на улице аж 29 градусов, вообще нет ветра, но есть небольшая дымка. Из-за этого вы как бы особо не сгорите. Я заметил, что люди в бассейне купаются. Не знаю, вроде бы он без подогрева, но вот эта часть там, где джакузи, друзья, там и дети, и взрослые, и Руслана даже вчера пыталась залезть. Пыталась. Ну, мне вообще без проблем, не знаю. Просто, ну, Руслана мерзлячка немного, поэтому ей всегда, даже когда море более-менее теплое, даже в Индии ты иногда говорила, что тебе холодно. Ну, это уже, как говорится, от организма и от человека зависит. Вот корпус отеля, покажу вам. Вот там мы вам снимали на шестом этаже вид с окна. Люди купаются, играли в водное поло, только что мы как раз шли, смотрели. В принципе, развлечений в отеле хватает. Также снэк есть, пул-бар, это вот там прямо находится. В основном люди отдыхают в этой части, где джакузи. Не знаю, вот тут самая теплая часть. Ну, и красиво, недалеко бар, там чуросы можно взять, мороженое, всякие такие моменты, закуски. Ну, уже не будем показывать снэк. В прошлом видео мы прямо подробный обзор показали. Сегодня уже сделаем обзор той еды, которую будут подавать на пляже. Да, смотрите, в этой части прямо все, наверное, приходят с отеля и загорать, и купаться. Ну, прикольно, там такой напор джакузи хороший, что прямо все триггеры на спине можно разбить. Не, ну и там, если на той стороне, просто смотрите, вот вы лежите, снэк, пул-бар, все рядом. Есть холодильники с водичкой, можно прямо свежую холодную воду взять, и далеко бегать не надо. Ну, и тут детский бассейн по центру. Это для самых маленьких, по-моему, сколько там, 40 сантиметров, да, в этом бассейне. Для меня. А, ну, он с ребенком как раз плавает. А мы сейчас двигаемся, вот тут вот переход идет на пляж, тут чуросы были вчера с мороженым, и прямо можно не переходить дорогу, не подниматься, имею в виду, в самый верх, а по подземному переходу выйти, там уже будут встречать либо баги, либо пешком, говорят, там, 3 минуты, да? Максимум 3 минуты на баги, а на баги 1 минуту, пешком 3 минуты. То есть, по сути, можем и пройтись пешком. Ну, сейчас посмотрим, если там прямо скажут заходите, то, может быть, мы и подъедем. Просто сам факт баги, знаете, атмосфера какого-то курорта Мальдивы, там тоже по островам ездят такие машинки баги, и это очень прикольно. Там кидс-клуб, детские горки, это все тоже есть. Ну, как бы, отель, говорят, очень тусовочный, но, опять же, здесь и с детьми есть люди. Сейчас пока небольшая загруженность отеля, я более чем уверен, что в сезон тут будет прямо очень много людей, и мне даже кажется, цены конкретно так вырастут. Кто был в этом отеле, пишите, потому что мне в инстаграм писали, что мы тут были, очень заряженный, говорят, отель, мощный, но я так понял, в сезон ездили. Этот отель очень популярный, сюда приезжает очень много туристов, и я помню, когда мы только сюда ехали, я знала, что уже мои близкие сюда ездили, или мои знакомые сюда ездили, и вчера только я выставила сторис, мне тоже все поотвечали, что они или уже были, или что они собираются сюда ехать. Там я смотрел сцена, как раз амфитеатр, и лежит прямо кот спит по центру сцены, а он решил отдохнуть на солнышке. Смотрите, вот надпись, Босфорус Бич, и мы прямо через этот туннель, тут даже, смотрите, душ есть, чтобы ноги помыть, если вы с пляжа приехали, и у вас песок прилип, и вон уже баги стоит, сейчас спросим, как часто хоть они ездят. Смотрите, нас прямо сразу гольфкар встречает, говорят, что прямо сейчас подвезут, так что, наверное, запрыгнем. Давай назад, сзади самый прикольный вид, это что ты прямо видишь абсолютно крутецкую панораму, запрыгивай. Также, смотрите, автобус в Новомол и Манавгат номер 2, прямо отсюда тоже едет, и в Сиде, обязательно, старый город Сиде, если вы не были, то стоит съездить, и прямо, смотрите, как удобно, вот отель, название Босфорус, и тут прямо автостанция, то есть не надо никуда идти, что-то искать, и мы, смотрите, будем сейчас ехать вдоль соснового леса и парки, тут везде барбекю, я смотрю, есть просто беседки, но это, скорее всего, для местных, которые приезжают сюда пожарить шашлык, сейчас как раз засечем, сколько мы будем ехать, но у меня такое чувство, что мы уже почти приехали. Мы когда были в соседнем отеле, то я помню, мы через лес, да, ходили? Да, я тоже понял. А, так вон уже пляж, смотри, все. Да, реально, даже минута максимум. То есть, по сути, ехать нет смысла, но вас всегда рады встретить, видите, мы подошли, хоть нас и два человека, но они сказали, садитесь, конечно, поехали. Босфорус-Саргун, вот, смотрите, я только выключил камеру, и мы подъехали, то есть прошло минута или полторы максимум. Тут уже начинается, я так понял, пляжная зона, смотрите, столики, и там даже детская площадка, небольшие горки, всякие качельки, и тут уже барчик и, я так понял, еда. Шезлонги есть и на траве, и там уж, где песок, вообще огромная территория. Сейчас мы это все с вами изучим, покажем, что тут вообще есть. Давайте зайдем сюда для начала, глянем, что тут бар. И еда есть, прямо такие барные высокие столики, есть и пониже. Давайте глянем ассортимент, что же можно взять вкусненького. Я думаю, мы будем обедать сегодня как раз здесь, на пляже. Тут у нас турецкая пицца и пиде. Кстати, смотри, начинки так много, аппетитная. Так, берете тарелку, все как в отеле на шведском столе. Тут, я так понял, берете булку, можно бургер собрать. Ну, всякие салаты, оливки, потом что? Овощи, фрукты, яблоки. Так, открываем. Тут у нас, смотрите, котлеты говяжьи для бургеров и скумбрия. Ну, слушай, это когда рыба и мясо есть на пляже, вообще замечательно. Потом идем дальше. Это паста с соусом томатным, да? Спагетти написано. А это гюзлеми? Гюзлеми? А, гюзлеми тут готовят. Я, кстати, гюзлеми люблю, хочу взять. Так, что это у нас? Жареная курица и сигара бюрек с сыром. Прикольная штука, мы сегодня как раз на завтрак брали. Вот. А, это уже гюзлеми готовые. Ну, я так понял, там любую начинку можно заказать и это все приготовить. Ну и соусы. Холодильник с водой. Смотри, что тут у нас в холодильнике. Водичка, айран. Можно прямо прохладно это все дело взять. Смотрите, я спросил, какой есть алкоголь. Получается водка, раки, шампанское, виски, джин, бренди, вино. Короче, выбор хороший. И пиво можно взять и фест на разливную. Ну и чай, кофе, кофемашина. Тоже это все есть соки. Но алкоголь пока нас не интересует. Мы просто как бы для информации узнали. Смотрите, столики. Вот это все шезлонги принадлежат отелю «Босфорус Саргун». Давайте пройдемся прямо к пляжу. Посмотрим, купаются ли сегодня люди. Просто в начале сезона погода непредсказуемая. Бывает, ветер дует, люди не купаются. Бывает, солнце прямо печет. И очень жарко. Там я смотрю, в волейбол играет. Смотрите, волейбольная сетка есть. И водные виды спорта. Вот там прямо можно заказать банан, таблетка, бэтмен, парасайлинг. Короче, все имеется. Кстати, в отеле очень хороший интернет. И он тут на пляже тоже вообще идеально работает. Все очень быстро грузится. Без проблем можно звонить. То есть проблем с интернетом в этом отеле у вас не будет. То есть, если вы чисто пакетным туром приезжаете, сим-карту, по сути, покупать нет смысла. Если вы хотите, конечно, на связи быть, когда вы уезжаете куда-то, там, Мановгат или седая, то да. А так, если вы даже не планируете выходить с отеля, то смысла нет. Смотрите, шезлонги прямо возле пляжа находятся. То есть, мы вот подходим, можно их прямо выдвинуть. Не надо далеко куда-то ходить. Hello. Вот, поэтому сейчас подойдем, проверим водичку. И, может, один из шезлонгов я подтяну себе. Ну, людей есть на пляже, смотрите. Загорает. Сейчас вот интересно, Руслан, а будет ли купаться? Это вопрос, как всегда, очень актуальный. Мне нравится то, что вообще нет ветра, и на улице сегодня прям очень хорошая погода. Смотри, хороший заход, нету волн. Когда в прошлый раз я был, мне не повезло, и я заметил, что тут водичка, по-моему, бирюзовая, да? Да, чистая. В той части всегда не такая. Тут прямо, знаете, бирюза напоминает немножко Кемер или пляж Клеопатры. Такая галька небольшая встречает нас. И вода. Ну что мы, тебя даже кофе не согревает или что? Нет. Там не жарко, но вода для меня холодная. Мне кажется, из-за того, что галька, вода здесь более прозрачная. Я думаю, вы во мне не сомневаетесь. Сейчас я буду переодеваться и заходить, потому что зачем я сюда приехал, если я не буду купаться в море. Экскурсионные кораблики, смотрите, все это имеется. Но люди купаются вот на матрасах. Там тоже, смотрите, загорает, я бы сказал, прилично, приличное количество людей. Пока Руслана попьет кофеек, мы с вами отправимся на изучение данного пляжа и погружение в воду. Ну что, я готов. Я вам честно скажу, вы, наверное, даже по мне замечаете, что я захожу абсолютно без проблем. Прошлый раз, когда я делал обзор пляжа, там я сразу начал труситься, знаете, как-то холодно мне было. Мне кажется, вот сейчас, в данное время, уже как раз начинается такой самый активный сезон, и людей в отелях намного больше. Ну, просрачная вода, смотрите, как идеально. И это, наверное, из-за того, что тут мелкая галька, а не песок. Но заходить можно без проблем, без кораллок, то есть оно в ноги совершенно не давит. Также я заметил, что здесь намного глубже. Вот я прошелся 5 метров и уже, ну, практически по пояс. То есть, если вы любите плавать, идеально подойдет. Если там с детьми, то, конечно, пусть лучше где-то там на берегу купается, чтобы не утонуть. Ну, сейчас будем делать коронные раз-два-три. Ну что, раз-два. Ох! Не, ну, это все равно проще, чем было раньше. Я думаю, это значительно было заметно. Приятный, очень приятный цвет воды. Знаете, если бы были вот там еще горы на горизонте, я бы подумал, что я где-то в Кемере купаюсь. Ну, именно вот эта часть, Саргун, там, где сосновый лес, я заметил, значительно пляжи отличаются, чем там, где Эврансеки, либо Кункой. Там, конечно, песочек и более мельче. Если вы, допустим, не сильно любите плавать или там с детьми хотите, то та часть, может быть, вам больше подойдет. Тут для таких людей, кто больше поплавать любит. Ну, хотя, ну, логично. Можно просто не заходить сильно глубоко. И тоже там нормальная водичка. Зато тут она из-за того, что галька, мне кажется, намного чище. Зря Руслана не захотела купаться. Я вообще так освежился. Знаете, у меня уже аппетит разыгрался. Сейчас немного поплаваю и, наверное, пойду дегустировать кухню, которую накрыли на шведском столе здесь на пляже. Ну, вообще круто. Не знаю, видно, как сезон на глазах прямо открывается. Ну, в плане, что и людей на пляже становится больше. Уже ветра нету такого с моря, как в прошлый раз я снимал. Помните, я даже не зашел полностью, не окунулся из-за того, что было ветрено. Так что вполне нормально. Многие специально приезжают именно весной, потому что цены в два раза дешевле. Питание, в принципе, все так же само. Ну, конечно, если вы прямо любите море такое, как парное молоко, горячее, то это, наверное, только летом надо ездить. Не знаю, мы раньше всегда на начало сезона, в начале апреля, как раз у Русланы день рождения. И мы всегда горячий тур берем. Потом выбираем какой-то классный отель, который в сезон стоит очень дорого. И замечательно проводили время. Напишите, как обычно делаете вы, в каком месяце любите приезжать. Думаю, будет очень интересно почитать. Также можете написать, какой регион вам нравится больше всего. И какие отели вы посещали, где у вас действительно отдых удался. Приятное очень дно. Вот так вот ходил все время, я говорил с вами, абсолютно камушки эти маленькие не мешают. Зато цвет воды, я бы сказал, даже напоминает Мексику или Доминикану. Ну, Мальдивы прямо, наверное, будет громко сказано. Но такой... Или Алюдени, знаете, район Фетхия в Турции, там, где прямо голубая лагуна. То здесь практически аналогичный пляж. В общем, пошел я к Руслане, потому что она, наверное, там уже заскучала. Она, конечно же, пошла загорать, но купаться, к сожалению, отказалась. А мне самому скучно. Некому мне составить компанию. Все, мы вернулись уже на пляжный ресторанчик и бич-бар. И решили немножко перекусить. У меня уже разыгрался аппетит. Руслана не купалась. Мне кажется, у тебя тоже немножко, да, он разыгрался? Да, я очень люблю гизлеми. И как раз тут готовится гизлеми с сыром. Я попросила кусочек, но мне положили очень большой кусочек. Разрезали на 4 части. Сейчас попробую. Ага, он еще горячий. Он только его снял с гриля. Но это у тебя полноценный. То есть обычно, когда в ресторанах берешь, вот такая примерно порция. Очень вкусно. Обожаю гизлеми. Турция их очень классно готовит. Очень много сыра, хрустящее тесто и зелень. А я решил не мелочиться. Смотрите, взял гизлеми с картошкой, потом взял пиде с мясом и пиццу с колбасой, с зеленью, сыром. Там еще чили. Плюс турецкий фес. Кстати, очень мягкое, хорошее пиво. Я не знаю. Мне нравится, что оно без горчинки. Даже немного корону, можно сказать, напоминает. Кстати, да, мне напоминает чешское пиво. Я полнешнюю в Чехии пили пиво, и оно там было похожее по вкусу. Смотрите, и прямо сели, получается, с видом на море. Очень прикольно сделан ресторан. Многие берут еду, напитки. Там возле каждого шезлонга стоят столики. И прямо там едят. То есть, это не обязательно прямо здесь сидеть. Вы можете и загорать, и купаться, и обедать, и пить напитки. Все это делать вместе. Короче, что? Давайте попробуем, что я набрал. Руслан, это понятно, что вкусно, потому что она с сыром все любит. Давайте отведаем мое. Ну, я начну, пожалуй, с пиццы. Смотрите, мне нравится, что когда на тонком тесте делают, потому что иногда, знаете, пицца прямо огромный коржик, а начинки мало. А тут, смотрите, всего в меру. И чуть-чуть чили как раз взбодрится, потому что еще как будто не проснулся. Сонная такая погода, ну, типа, немножко пасмурно. Но давайте просыпаться вместе. Ну, пицца мне на вид очень понравилась тем, что в ней много начинки. И, наверное, острая, да, будет? Чуть-чуть, чуть-чуть острая, знаешь, как у там пепперони. Идеальная пицца. И как раз по ДФС, мне кажется, самое то. Ты решил запить сразу, чтобы потом побольше влезло? Я не знаю, люблю пиво с пиццей. Мне кажется, многие так делают. Именно пиво с пиццей идеально. О, что-то я сильно наострячил, походу. Потом пидешка, это турецкая пицца. Давайте с мясом, с говяжьим, конечно, попробуем. Я смотрю, пока Саша кушает, уже на горизонте появилось два кота. Наверное, тоже очень хотят, что ты их дал кабаски со своей пиццей. Так они тоже любят тут на фудкорте отдыхать, я так понял. Ну, блин, классная пиде, но вот это итальянская для острых ощущений, знаете. Если хочется немножко добавить перчика в свою жизнь, то она идеально подойдет. Тебе нужно будет достать кусочек колбасы и дать котам, потому что они уже готовы. Колбасочка вас ждет. Блин, коты как будто разленили, смотрите. Лежат, надо подойти, наверное, мне к ним. Кс-кс-кс-кс-кс, угощайтесь. Вкусная пицца со вкусной колбаской. Не бойтесь, я вам все самое лучшее отдал. Все, я отхожу, потому что они боятся подходить есть. Что-то ничего не происходит, пицца как лежала на полу, так и осталась. Я отдал почти основную часть своей начинки, они есть не хотят. Они просто друг друга боятся, мне кажется, они скоро начнут драться, потому что мелкий кот бежал, а тот большой за ним просто начал бежать, этот начал пугаться и убегать от него. Но они вместе как-то тусуются. Не знаю, что они так враждуют. Хотя в одной компании все время. Не удержался. Увидел, что новые пидешки с мясом свежие только приготовили. И побежал еще в зал. Я говорю, Руслане, попробуй. Оно прямо, ну не знаю, мега мясное. Там даже бортики, смотрите. Внутри тоже идет мясо везде. Ну я не знаю, люблю, когда много начинки. Это мега вкусно. Оно острое. Кстати, я помню, первый раз попробовал пиде. Гомда тоже в турецком отеле. Не знал, как оно называется. И оно было только на снеке. И мы никогда не успевали туда зайти, потому что мы вечно где-то катались. Я помню, в последний день я так расстроилась, что мы не успели туда зайти еще один раз за ним. И вот это такой же пиде, как было в том отеле. Да. Ну слушайте, я еще заодно решил взять с колбасой, потому что ту съел. Ну и с котиком поделился. Он ест. А, он ест? Блин. Смотрите, вот этот серый съел кусочек колбасы. А я уже расстроился. Думаю, блин, даже пол облезал. Ну молодцы, что они подрались и поделились. Или один другому отдал, не знаю. В общем, все. Мы решили вернуться. Руслана говорит, я очень люблю возле бассейна загорать и купаться даже, возможно, будет. И, друзья, хотели показать. На снэк-баре, смотрите, тоже гезлеми делают. И мне понравилось, что есть дорадо. Смотрите. На снэке обычно там, знаете, бургеры только, картошка фри. А тут прямо дорадо, вот паста. Потом, что у нас еще есть? А, вот эти ножки KFC, курочка, если кто любит. Вообще, под пивко закуска идеальная. Говяжьи котлеты и индейка-филешка. Ну, типа, берете булочки, наполняете это все, добавляете помидор, лучок. Ну, и пицца тоже, как на пляже. Вот и гезлеми. Говорю, вот и гезлеми. И смотри, там тоже что-то. Ну, это, я так понял, сладости, да? А, выпечка. Там еще с другой стороны фрукты были. А, и тут фрукты. То есть, и мороженое тут это все, и чуросы. Ты чурос хочешь? Я хочу чурос, да, только мне их попозже. И мы прямо остановимся, смотрите, в этой части, где джакузи. Тут лучше всего и загорать. Я смотрю, тут люди прямо пулл-пати устроили. Но мы где-то вот тут, да? Я открою зонтик, потому что, ну, не прямо, я не люблю на солнце. Вот у нас, видите, как по-разному. Я люблю купаться, например, в воде, которая еще не сильно теплая. Руслана загорать может нон-стопом. Я не могу, мне сразу плохо. То есть, мне лучше холодное, а тебе все горячее, я так понимаю. Редкие кадры перед глазами. Руслана все-таки решилась в бассейн со мной пойти. Ну, что? То есть, сегодня вода теплее. Кстати, все-таки на улице жарче, и он сильнее прогрелся. В принципе, к воде привыкнуть можно. Мы, короче, решили взять и коктейли с собой. Смотрите, я взял секс на пляже. А Руслана French 75. Это на основе игристого, короче, прикольный коктейльчик. Да, кстати, он не горький, он такой немножко с лимонным, по-моему, соком идет. Прикольный, мне нравится. Не знаю, люди загорают, купаются. Смотрите, играют даже в волейбол прямо в бассейне. Мне тоже тепло, я не знаю, я как-то зашел. Вообще нормальненько. Ну, давай, за то, чтобы ты почаще купалась. Я и так купаюсь ежедневно. Не, ну я имею в виду не в душе, а в бассейне, либо в море. Мне интересно, ты вообще хоть раз в море скупнешься за все время, сколько вы в Турции? Не знаю. Наверное, нет. Блин, джакузи как назло выключили. Смотрите, как раз мы зашли, думали сейчас с коктейлями в джакузи посидеть. Но почему-то сейчас его временно выключили. Ну, ничего, я думаю, дождемся минут через 10. Напор воды уже пойдет в ход. Ну, прикольная атмосфера, что тут музыка играет. Смотрите, прямо отель. Такой интересный, я бы сказал. Стиль у него, фасад. Мне прям нравится. Так что придумали все, конечно, на высшем уровне. Все, мы уже зашли в номер, переоделись. И, как обещали, хотим показать зону лобби. Потому что ни в прошлом выпуске, ни в этом как-то мы не уделили ей внимания. А тут прям есть действительно, что показать. И заодно зайти на лобби-бар, показать, что вообще здесь можно заказать. Тут у нас ресепшн. Вы когда приезжаете, вас регистрируют. И смотрите, как красиво все сверху украшено. Прямо такие люстры. И смотри, вот тут уже лобби, внутренний сам бар. Есть две террасы. И в этом месте проходит вечерняя анимация. Вчера было живое шоу, и сегодня будет живая музыка. Также терраса одна выходит на речку Манавгат, а другая на территорию отеля. Смотрите, внутри тут, получается, диваны. Тоже везде декорации. К бару мы подойдем позже. Давай сначала просто пройдемся, покажем, где можно посидеть, выпить коктейли. Вот тут прямо по центру было magic show. Но мне кажется, когда прямо сезон в разгаре, то анимация где-то на улице, да, проходит? Да, на там, где мы проходили на амфитеатре. Там, где сцена прямо огромная. Тут у нас рояль, да. Ну и, в принципе, смотрите, такие коконы есть, где можно посидеть. Везде фотозоны, смотрите, похожие, как мы вам показывали внизу. Там, где даун бар, тоже такие фонтаны. И, кстати, возле них очень приятно сидеть, потому что такие мягкие стульчики оранжевые. Я видел, что много кто берет коктейли, напитки вот тут на баре и делает себе фоточки в инстаграм. Так, ну давай сначала на ту террасу, которая на речку выходит, пройдемся. Потому что, мне кажется, она прямо оригинальная. Смотрите, в эту сторону на речку, а с другой стороны, если вы ходите, то уже попадаете на террасу с видом на территорию отеля. Она прямо мега обширная. Смотрите, большое количество столиков. Там тоже все зелено, красиво. Также, если вы заказываете коктейли, к вам еще подходят официанты. Можно прямо к бару не идти, да? А то есть, прямо они принимают заказы, приносят вам. Это все тоже бесплатно. Ну, конечно, если есть желание, можете оставить какие-то чаевые. Там, смотри, это как мини-гольф или что? Да, это мини-гольф. Давай зайдем, потому что я даже не был в этой части еще. Да, смотрите, тут у нас как мини-боулинг, потом мини-гольф. Плюс еще шахматы и зеленая территория. Я так понял, вот это все. Кстати, никогда в жизни не играл, я уже вам это миллион раз говорил. Может, кто любит гольф или мини-гольф, напишите, интересно, вообще это занятие или нет. Тут тоже, смотрите, это все продолжается. Кстати, мне писали в Инстаграм, что вид на речку тоже очень крутой. Если, допустим, балкон выходит на реку Манавгат, то вид не менее красивый, чем на территории отеля и на море. Ну да, там еще видно огромные кораблики. Они часто по этой реке плавают, и вид там классный. Даже яхту кто-то арендовал и видел, и прямо на яхте по этой реке. Мне кажется, там прямо внизу можно это все заказать. Типа просто речную такую экскурсию. Либо же арендовать целую яхту и прямо тут отдыхать. Огроменная просто терраса. Смотрите, мы уже сколько идем. Вот отель. Вот это все места, где можно присесть. А, так тут даже сцена. По идее, в сезон даже вот здесь. Смотрите, анимация проходит. Может, какие-то концерты даже бывают в этом отеле. Не знаю. Просто на данный момент мы приехали практически на открытие. Думаю, вы сами замечаете, что и небольшое количество людей. Но, смотрите, мест на всех хватает. Мне кажется, при полной загруженности отеля, то все равно все идеально. Там диваны, получается. А тут такие столики. Пластиковые. И идеальный вид. Смотрите, речка Манавгат. Вчера вот тут вот яхты проплывали. Такая, знаете, бирюзовая речка. Прямо возле отеля находится. Тут и велодорожка есть. Можно взять там самокаты, велики. Прокатиться. Вот там вот я смотрю корабли. Скорее всего, там уже можно брать какие-то экскурсии. Но сцена и с другой стороны есть. Мне кажется, это мега активное место тут, когда сезон. Потому что две сцены с двух сторон. Какие-то представления есть. Ну, сейчас вечерком еще так немного прохладненько, можно сказать. Потому они, наверное, в лобби проводят. Да, это все. Кстати, я видела, что в отеле в сезон очень популярны именно пенные вечеринки. Здесь, что там и дети радуются этой пене, и взрослые постоянно в бассейне сидят. То есть, как бы активность здесь присутствует. Что-то мы никогда с тобой не можем, да, попасть на такую вечеринку. Ну, потому что мы обычно ездим в отеле Турции на начало сезона. А в начале сезона никогда такого нет. Смотрите, с другой стороны, получается, лодки, катера и вот прямо яхта. Мне кажется, люди договаривались как-то прямо здесь. И брали прогулку по той самой реке Манавгат. И такой у нас лобби-бар. Смотрите, тут воду можно взять. Различные виды чая. Травяной, зеленый, черный. И импортные алкогольные напитки. Вот, смотрите. Джек Дэниелс, Беллентайн, Джимби. Ну, в общем, это все тоже включено. По системе ультра все включено. Плюс делает коктейли. Вот бар до 12 ночи с 10 утра. Потом уже за дополнительную плату. Также ирландский кофе. Вот, смотри. С этим мы в этом, в Дублине, да, пробовали. Туда наливают Джеймса на виски. А потом еще сверху кофе. Это такой бодрящий напиток. Вот коктейли все, которые тоже включены. И можно отдельно взять тут и раки, водка, джин. Например, джин вот и импортные местные. Есть Джилбейс, это местный. Бифитер, Гордонс, это уже импортные виски. Джимбим, Джеймсон. Что тут у нас? Чивос. Ну, плюс заалкогольные вот эти все напитки. Тоже можно здесь заказать. А теперь выходим на террасу, которая идет с видом на территорию отеля. Смотрите. Тоже диваны, тоже стульчики, столы, пепельницы. Тут зона для курящих есть. И тут у нас видно сад, видно бассейн. Ну, короче, вид такой же самый, как у нас с номера. Только на несколько этажей ниже. Тут оно более крупным планом. Но море не видно, видите? Только лес. Я так понимаю, вот этот лес, Саргун как раз и называется, да? Я слышу. Рядом с отелем есть еще огромный аквапарк. Я посмотрела, стоимость входа в аквапарк 500 лир на одного взрослого. И от этого отеля к нему, ну, максимум минуток там 10-15. И также возле аквапарка находится еще очень много сувенирных лавок. Мне кажется, проще подъехать. Тут же автобусы ездят. И пешком, наверное, минут 20 идти. А подъехать минут 5-7. Просто тебе оно показалось сильно быстро. А так туда, как называется аквапарк? Называется он Акваджойн. И, кстати, в районе этого аквапарка еще есть торговые точки. Просто прямо здесь, по-моему, нету торговых точек. Если немножко пройтись вдоль, там будут уже и магазинчики небольшие. Там прямо озеро, я помню. И экскурсии мы там брали. В общем, немножко если прогуляться, то там и по лесу можно пройтись. И, собственно, выйти на такой турецкий рынок типичный. Как обычно, вы можете наблюдать возле отелей. Смотрите, мы как раз выходим с Русланой сюда на террасу. И плывет этот туристический корабль, где очень много туристов. Играет музыка. Но обычно там анимация, знаете, шоу пиратов проводят на таких кораблях. Но я не видел, чтобы прямо они плыли тут. То есть они стоят и все. А тут прямо перед нами. И вон вообще на джетски кто-то погнал. Вообще популярное место. Я же говорю, и яхты, и корабли, и все что угодно. И прикольно, допустим, если у вас вид на речку выходит, вы всегда видите, как на яхтах, так на кораблях. Да, это реально пиратский корабль. Мы на подобном в Тунисе. Помнишь, на экскурсии были? Прямо развлекательная программа была на 100%. Смотрите, мы зашли на лобби-бар, чтобы взять коктейли. Мне сделали мою любимую маргариту. И тут добавляют только импортный алкоголь. Если там где-то на пляже или у бассейна, я так понял, там может местный быть, да? Да. А Руслана взяла дайкири. Почему-то мне запомнился дайкири таким розовым, а мы потом только поняли, что то был страубери дайкири. Это какой-то другой, я даже не поняла, что он делает. Сейчас попробуем. Я думал, он вообще две маргариты делает, потому что в дайкири был такой треугольный стакан. Блин, он такой вкусный. Да? Он вкуснее, чем маргарита, тебе понравится. Да не, я люблю маргариту. Это только с карамели. Он вообще не похож на ту дайкири, которую я раньше пила, но он намного вкуснее. Я же именно почему люблю маргариту, потому что это коктейль не сладкий. Это не сладкий. Так, а карамель? Чуть-чуть вообще. Не знаю, я именно люблю кисленький. Напишите, может кто тоже любит маргариту. Это сочетание лайма, соли и текилы. Наверное, что-то с чем-то. Ну что, друзья, после коктейлей мы все-таки пришли на ужин. И сегодня мега крутецкий ужин. Мы уже обзор полный шведского стола делали. Но грех было не показать, что сегодня. Смотрите, стейки лосося были. Потом просто красная рыба. Можно с бутербродами делать. Ну, либо кто как есть, я не знаю. Потом сатэ из морепродуктов, ягненок, такие вот сочные говяжьи кебабы и рулет из индейки. Я, короче, взял всего. Это как раз ровно то, что я люблю. Руслана взяла какой-то суп. Что это за суп? Там кальмар и красная рыба. Тоже суп с морепродуктами, да? Ну и, по сути, тоже стейк, рыбка и сатэ из морепродуктов. Слушай, ну сегодня мега крутецкий, да? Когда мы делали обзор полный шведского стола на ужин, то было поскромнее. А тут, смотрите, ну каждый день меню меняется. И, то есть, по-любому один день будет мега крутецкий, другой может быть попроще. Но вот это просто, не знаю, красотень. У меня прямо текут слюнки, поэтому будем приступать к трапезе. И приятного аппетита! А на этом моменте, ребят, будем заканчивать уже данное видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. И у нас, как всегда, поддержите лайком. Если не смотрели предыдущий выпуск про обзор обеда, ужина, там полный детальный обзор отеля, обязательно посмотрите, потому что в этот выпуск как раз попало то, что мы не показали в прошлом. Поэтому полностью все, что можно было, я думаю, мы показали. Напишите обязательно в комментариях, как вам данный отель. Кто здесь отдыхал, кому понравилось. Напишите, в каких регионах вы любите больше всего отдыхать. И какие отели вам понравились больше всего. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И подписывайтесь на нас в инстаграмы и в телеграм-канал. Потому что именно в этих соцсетях все выходит в реальном времени. Ссылки, как всегда, внизу есть в описании под видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!